Здравствуйте! Вещание телеканала ЛРТ продолжает программа «Прямой диалог с главой». Сегодня мы будем подводить итоги уходящего года. Вы можете дозвониться к нам по телефонам студии прямой линии 8 498 642 1950 и 8 498 642 1952. Также помимо этого ведется прямая трансляция на нашем сайте www.lrt.tv и под диалоговым окном вы можете задать свой вопрос. Помимо этого в нашем инстаграм лрт.tv вы также можете задать свой вопрос в течение эфира. Я буду просматривать и наиболее интересный выберу и задам. Владимир Петрович, здравствуйте! Здравствуйте! Добрый вечер! Предновогодний день! У вас сегодня был настолько насыщенный день, буквально практически через 2 часа назад, как закончилась новогодняя елка в триумфе. Как ваше настроение? Праздничное. Это же новогодний вечер, это же праздник, концерт. Он в основном был подготовлен своими силами. Именно наше управление культурой. У нас же очень много кружков разных, музыкальные школы, хореография развита. То есть настолько, скажем, я даже так сидел в зале, смотрел, наслаждался. Я думаю, ну, все-таки наш сегодня городской круг, это порядка более 320 тысяч жителей. Это население, которое зарегистрировано. И даю себе отчет, что еще тысяч 50, а то и 70, которые проживают, но не зарегистрированы. Мы сегодня идем по 400 тысяч. И вот эти ребята ходят в школу, как-то собираются. Люди приезжают, ну, последние годы с разных уголков нашей страны. И я оцениваю, что достаточно есть одаренные дети. Вот сидишь, наблюдаешь, творят. Это и пение, это и хоровое пение, это хореография самая разная, включая спортивную гимнастику. И это наслаждение, я думаю, что наши жители, я думаю, вы, наверное, по телевидению покажете. Но в зале было 3,5 тысячи человек. И я думаю, они все получили огромное удовольствие. Концерт прошел на одном дыхании. Поэтому понятно, что это... Ну вот по восторженным отзывам, которые уже есть в социальных сетях, негатива нет. Все просто в восторге. Ну, это же концертная программа. Я даю себе отчет, если бы взяли и пригласили бы на работу, да, или там на субботник. Было бы кто-то радостный ходил бы, а кто-то думал, вот опять выгнали на субботник. Такие тоже есть. А тут концерт делают добровольные, мы же никого не, извиняюсь, туда не загоняли, раздали билеты. Более того, я объявил вход свободный. Даже те, которые приходили, куда не было билета, мы их пускали. Нет ограничений. Поэтому зал вместительный. Я думаю, что люди получили огромное удовольствие. Ну вот на этом концерте вы предварительные итоги подвели уходящего года. Но, к сожалению, не все смогли быть на этом концерте. Поэтому итоги уходящего года мы подведем сейчас в прямом эфире. Давайте, хотя мы с вами поговорим, я говорил в зале, при встрече, говорю, у нас же будет в начале февраля месяца, мы всегда подводим итоги года, где будут цифры определенные, какие-то данные, статистика. Мы же не сами по себе выдумываем, сидим там, выдумываем и хотим приукрасить картинку. Мы данные берем с налоговой инспекции, данные берем со статистики, данные с предприятий, с организацией, где-то как-то анализируются. Налоговую декларацию не зря подают 1 апреля, чтобы уже подвить все цифры. Поэтому понятно, а сейчас мы так мазками, скажем, грубо в первом приближении, мы понятно, где мы находимся, что происходит, да, мы обсудим, давайте. Ну вот на ваш взгляд, какие наиболее удачные сферы вы можете назвать, не то, что там прорыв года был, но были хорошие показатели? Ну, вы знаете, мы можем же разделить, есть социальная сфера, это одна, и мы этим можем уделить внимание, это школа, сады, медицина. Ну, а есть реальная экономика. И я думаю, что наши зрители понимают, потому что каждый понимает, скажем, проживая в своей семье, то ли будучи маленьким, то ли уже взрослым, свою семью организовал, понятно, что благополучие семьи зависит от того, какие доходы. Ничего не сделаешь, нет доходов, значит, или низкие. Понятно, что люди с низкими доходами, я могу сочувствовать, я не хочу ни сказать ни одного слова обидного в чей-либо адрес, но нет денег, и понятно, человек передвигается на муниципальном транспорте, значит, у нас есть малоимущие, у нас есть программа, мы помогаем. Человек, с которыми доходами, я так как бы шутя говорю, он уже может велосипед купить, у кого-то доходы позволяют, он автомобиль покупает, да, то есть отдыхает летом на юге и так далее. То есть доходы, если кто-то думает, что есть муниципалитет, такая структура, и тут типа денег много, они хотят, что там, что хотят, то и делают, либо наоборот, не хотят и не делают. Муниципалитет – это тот же хозяйствующий субъект, как семья, поэтому есть деньги, значит, мы можем что-то себе позволить. Нету денег, можно рассказывать анекдоты, жаловаться на жизнь, и ничего не будем делать. Поэтому я могу сказать, что вот мы, когда стали городским округом, многие были, в основном были за, но многие были и писали письма в разные инстанции, типа против и так далее. Особенно кто работал в структурах власти в наших поселковых, те, естественно, были против, потому что попадали, кто-то под сокращение попадал, кто-то как бы лишался там определенных, скажем, ну, не то что там льгот, а определенных, скажем, каких-то властных полномочий. Но мы эту работу провели, и я могу сказать, что мы второй год работаем как городской округ, мы первый год отработали, 2018 год, как муниципалитет, уже с отдельным бюджетом, мы ее сверстали, я уже говорил об этом, значит, мы, значит, у нас бюджет в целом перевалил 10 миллиардов рублей, это достаточно прилично, и наши собственные доходы в городском округе, по сравнению с тем, как было раньше, по сравнению с прошлым годом, выросли более чем на 20%. А это, значит, позволяет нам целый ряд вопросов решать, потому что мы бы без области целый ряд вопросов просто бы не решили. Но область всегда тебе поможет, я в свое время своим детям говорил, мне помогите, я вам тоже помогу. А чем можно помочь ребенку? Должен хорошо учиться, должен быть дисциплиной. Вот я своему сыну так же говорю, то сейчас должна учиться, а работа это учеба. Да, поэтому, когда этот маленький человечек ходит в школу, у нее дисциплина нормально, то ты можешь чем-то помочь, да? То же самое губернатор Андрей Юрьевич Воробьев говорит, да, я буду вам помогать, но вы сами там что-то делаете, вы тоже помогаете области. Каким образом? Значит, должна быть какая-то активность, нужно создавать рабочие места, нужно привлекать бизнес, то есть нужно на территории зарабатывать деньги. Поэтому у нас территория не большая, но мы густонаселенная такая территория. И могу сказать, что мы привлекли инвестиции более 12,5 миллиардов рублей, но это на 75% больше, чем в прошлом году. Это цифра, да? Мы создали там что-то тысячу, по-моему, 1758 рабочих мест в этом году. И эти места достаточно, ну, такие высококвалифицированные, заработная плата приличная, там, от 50 тысяч и выше. То есть это мы тоже заявили. То есть когда привлекается бизнес, а у нас в этом плане многие механизмы работают, я не буду все это детализировать, то есть возможность, бизнес заходит, мы получаем налоги, у нас растет бюджет, мы в состоянии участвовать в областных программах. Чтобы участвовать в областных программах, должно быть софинансирование со стороны муниципального образования и область львину долю финансирует. А когда ты не финансируешь, то тебе кто поможет, тебе тоже никто не поможет, потому что в программе там есть и проекты, предпроектные решения, должна быть некая идеология, и мы должны с ними выходить на областные структуры, и нам тогда помогают. Поэтому, если, скажем, по-крупному, то мы, вот в этом году, мы отремонтировали 66 дорог. Значит, вот мы смотрели статистику, это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году, но мы смотрели статистику, даже в советские годы такого объема по ремонту дорог просто не было, а это мы сделали. Значит, что касается, скажем, вот таких вопросов ЖКХ, и ЖКХ, как бы, все ругают, и, возможно, если за что, но мы в этом году отремонтировали 1329 подъездов, это больше, чем в прошлом году. И я скажу, больше нас в Московском, никто не делает такую работу, мы больше всех по количеству. Но и качество, как бы, пытаюсь достучаться, потому что есть подрядчики, понятно, люди все разные, кто-то добросовь, кто-то нет, поэтому мы ставим задачу нашим активным жителям, в каждом доме есть советы домов, есть представители советов домов. Мы ни одну оплату не делаем подрядчику, если нету росписи председателя совета дома. Значит, потому что общественность отслеживает, да, и у нас были определенные нарекания на какие-то виды работ, но я сегодня нахожусь в социальных сетях, и в Инстаграме, и в ВКонтакте, в Фейсбуке. Люди пишут, мы реагируем мгновенно и пытаемся заставить тех, кто скажет так или иначе, что-то делает не так. Поэтому, я уже сказал, мы, значит, мы и подъезды, дворы, мы в этом году, значит, благоустроили 68 дворов. Это тоже прилично, это тоже по количеству, это мы в области тоже здесь впереди всех. И я думаю, что наши жители заметили, мы в прошлом году ремонтировали, в этом году ремонтируем, ремонтируют, скажем, выходишь с подъезда, подъезд отремонтирован. Вышел во двор, а там асфальт, а там новая детская площадка, спортивная площадка. Значит, мы ремонтируем и меняем лифты, и это целая программа. Мы капитально должны отремонтировать 114 домов. Но это цифра переходящая, но и то на сегодняшний день мы отремонтируем, по-моему, 112. Хотя эта тема тянется аж до июня месяца. То есть мы опережающим порядком, потому что люди должны видеть конкретику изменений в городе. Я уже не говорю о том, что мы сумели, ну, есть такое понятие, как благоустройство городских территорий. И в это мы вкладываем, скажем, вот в Люберцах было много жалоб. Это новый микрорайон, 7-8 мы называем, институт называют Красная Горка. Значит, проспект Победы. И проспект Победы, понятно, что есть проблема и парковок. Но есть разные люди. Кто-то ищет и паркуется, скажем, там есть и плацессные парковки, и места там есть. Ну, где-то далеко или ехать там, или ему хочется рядышком с подъездом. А с подъездом заезжает на газон, на тротуар. Вот мы в этом году просто обустроили, по-новому заиграл проспект Победы. По-новому. Я думаю, что вы показывали, и мы об этом говорили. Значит, есть пешеходная зона, мы там и парковки сделали и так далее. Но мы обустроили. В гарнизоне мы поставили памятник истребителю МиГ-29. Я думаю, что история гарнизона связана с авиацией. И много авиаторов, инженеров, много отставных офицеров проживает в гарнизоне. Они ко мне подходят и просто благодарят. И это напоминает им о службе, о своей какой-то деятельности. Они рассказывают детям, внукам. По-новому эта территория заиграла. Значит, последние годы мы работаем, и не только мы, это есть и некая идеология, ее внедрил Андрей Юрьевич Воробьев, губернатор. Что касается парков, да, есть программа парки Подмосковья. И мы обустроили несколько лет назад Наташевский парк. Хотя он переполнен жителями, то есть его пропускная способность сегодня, значит, превышается в раза 2 и 3, особенно в летний период. Там порой, когда хорошая погода, выходные там не пройдешь. Но я даю себе отчет. Мы, я уже об этом говорил, запредельно застроены, урбанизированы, плотно. Плость населения огромная. Но мы в этом году, в том году начали, в этом году продолжили. Это благоустройство Центрального парка. Он совершенно изменился. Есть те, которые критикуют, но основная масса, я скажу, процентов 95. Это точно вот подходит благодаря, потому что помнят, что было и что сегодня стало. И я смотрю, регулярно люди и приходят, и гуляют, и с детишками, и так далее. И сейчас вот Новый год, вы могли заметить, мы тоже эту территорию обустроили. Нам не ставим задачу, у нас появится 14 парков. 14 вместе с этими. У нас сегодня какие парки функционируют? Вот Наташинский, Центральный, парк Сказок в Томилино, и в Малаховке парк, небольшой парк, где летний театр, Малаховский летний театр. Все. Это 4 парка. А у нас будет 14. Мы 10 парков должны в ближайшие год, 2-3 максимум, их обустроить. И парки появятся в каждом населенном пункте. Мы берем, мы уже на сегодня, на сегодняшний день на 6 территорий оформили, скажем, земельные участки. И мы берем именно у лесфонда в аренду под создание лесопарковой зоны. И мы этой работой занимаемся где-то, я думаю, в ближайшие месяц-два мы это оформим, еще 4. И таким образом мы в ближайшее время все обустроим. Поэтому понятно, что сегодня есть поселок Октябрьский. Он как бы, я уже извиняюсь за такое слово, но немножко как бы сбоку где-то там на отшибе разделяет Новорезанка. Там как бы, скажем, исторически получилось, что этот поселок возник как такой поселок фабрики Октябрьской революции, потому что там вот текстиль был. Понятно, что там до сих пор этой фабрике есть и бараки остались. Но по целому ряду вопросов поселок был застроен, ну как был застроен. И там сегодня есть масса проблем. И там сегодня население растет. Там же где-то за 20 тысяч населения. А нету парка. Вот в Октябрьском тоже будет парк, мы его обустроим. И там на выходе организация вот этого земельного участка, где будет парк, и мы тоже там сделаем. Поэтому, что мы сделали, скажем, два года назад, это из района мы сумели организоваться в городской округ, именно нахождение в городском округе, статус городского округа, он немножко дает другие возможности. Потому что в целом бюджет формируется как единое целое. И, скажем, поселок Октябрьская, опять же, к нему вернусь. Понятно, денег никогда не хватало. Значит, если взять за 100% бюджета Октябрьского, 60% уходило на заработную плату администрации Октябрьского. Крохи оставались. Поэтому там целый ряд вопросов не решался. Я думаю, что жители Октябрьского, как и ряд других поселков, заметили, какой рывок. Это в плане и благоустройство, и дорог, и как вопросы решаются. Я могу сказать, совершенству нет предела. И понятно, мы жалобы получаем, и недовольство, я даю себе отчет. Но это жизнь, и поэтому мы эти вопросы, которые люди нам ставят, выдвигают, мы их должны просто решать. Ну, ежедневно так жизнь устроена. Но вы перечислили практически много сфер, где были прорывы, где было чего-то достигнуто. Но я бы хотела остановиться все-таки на сфере образования. Возможно, потому что 6 школ у нас вошли в топ сотку лучших школ Подмосковья. И вот что касается нашей сферы образования, вот даже на сайте губернатора Московской области, Воробьева РФ, сфера образования, она отмечена как в топе достижений муниципалитета. А какие перспективы у образования? Что еще планируется? И какие, может быть, струйки, открытия новых школ, садов? Суть в том, что образование, кроме того, что должна быть какая-то материальная база, стены, само собой, но стены там или даже хорошие условия, они не делают образование хорошим, образование не делается, скажем, стенами образования. Образование дают люди. Да, я везде бываю, я говорю нашим учителям всегда огромное спасибо, потому что у нас хорошее учительство, мы на хорошем уровне. У нас традиции учительства заложены многие десятилетия назад. Наша задача – это сохранить и приумножить. Жизнь сегодня настолько динамично развивается, появляются новые технологии, IT-технологии, полнейшая компьютеризация. Это только дальше будет набирать обороты. Сегодня все говорят об искусственном интеллекте. Это тоже, мы даже не знаем, с какого боку это подойдет, но это сегодня внедряется в наши дома. Мы же видим, что есть пылесос, программу забил, он будет пылесосить. Сегодня появились, скажем, разного рода кухонные комбайны, где ты на расстоянии с телефона можешь управлять, и до твоего приезда он же что-то может приготовить. Даже в этом году техношкола была открыта, масштабного уровня, и где детки могут, вы уже говорили, запрограммировать. Вот я туда веду, поэтому на сегодняшний день настолько все бурно развивается, что вот эти знания первичные нужно давать в школах. А кто это может дать? Только учитель. А когда учитель может дать? Когда он тоже продвинут, когда он руку держит на пульсе? Поэтому наша задача – стимулировать, мотивировать учительство и создавать некие условия. Я оцениваю, что у нас это получается. Но есть вопросы по материальной базе. У нас сегодня есть проблема второй смены. Если, скажем, в Люберцах второй смены нет, у нас нет второй смены и в Томилино. То в остальных поселках – это и Малаховка, и Октябрьский, и Красково. Особенно Красково, особенно, а еще более, и Октябрьский, где, если мы там не предпримем каких-то мер определенных, то велики шансы, что может возникнуть третья смена. И мы сегодня над тем работаем. Поэтому у нас есть какие-то первичные наработки пристроек к школам. Мы даем себе отчет, это будет 48-я в Малаховке, это будет 59-я Красково. Мы предвидим, будут проблемы, и может возникнуть вторая школа в гарнизоне. Это кадетская школа. Поэтому вот эти пристройки мы должны приступить к пристройкам в следующем году. У нас уже, скажем, что касается гарнизона, у нас, по сути, есть уже проект, экспертизу прошедший. На выходе проект по Малаховке, по Красково мы занимаемся. Но эти пристройки не решают в целом. Я уже говорил, есть проблема, особенно у нас Октябрьский и Красково. И мы на сегодняшний день отработали с лесфондом, с лесничеством, чтобы часть земель из этого лесфонда забрать на нужные муниципалитеты. И мы там ставим школы. На сегодняшний день, по сути, эта работа уже выполнена. Там есть некие тонкости, нюансы. Я не буду, это чисто такие профессиональные вещи. Я надеюсь, что где-то в первом полугодии мы все эти вопросы окончательно решим с выходом, с постановкой задачи для проектантов, для проектных бюро. Потому что мы можем спроектировать школу только тогда, когда есть земельный участок. Вот мы на сегодняшний день, по сути, эти вопросы решили. И эти вопросы на выходе. Поэтому школа появится в Октябрьском, появится в Красково. Мы снимем проблему второй школы. А такая проблема есть. Есть, скажу, проблемы и по детским садикам. Мы, конечно же, еще года три назад решили проблему мест в детских садах старше трех лет. Но сегодня такой активный запрос на детские сады, именно ясельные группы. Да, от полутора до трех. И я вот сейчас по памяти, у нас где-то порядка 2200 человек именно сейчас из потребности. И мы ставим задачу, будем детские сады открывать и делать, скажем, акцент на то, чтобы открывать ясельные группы. Ясельные. Ну вот какая-то часть уже ясельных групп открывается. Да, в этом году мы построили четыре детских садика, по-моему, на 810 мест и один детский садик на 60 мест. Он частый. И в итоге 870 мест. Мы в следующем году планируем где-то порядка 1400 мест, порядка, по-моему, семи садиков. Значит, ну, акцент, упор на создание ясельных групп. Таким образом мы попытаемся, значит, решить проблемы мест в детских садиках именно для ясельных групп. Поэтому, скажем, эти вопросы, можно о них рассуждать. Но что касается образования, оно начинается в садике, в яслях, а дальше в школе. Поэтому на сегодняшний день у нас даже есть уже такие, скажем, 16-я гимназия. Мы объединяем детский садик со школой. И, возможно, я так думаю, мы на эту тему рассуждали. Будем говорить с Министерством образования Московской области, наше управление образованием. Есть здесь и смысл определенного объединения школы и садика. Понятно, что это не везде удастся, потому что где-то должно быть в шаговой доступности и школа, и садик. И должно быть где-то управление. Но в этом плане есть определенный смысл. Мне подсказывают, у нас есть первый звонок. И чуть-чуть потом позже, после звонка, продолжим про школы. Потому что здесь еще один нюанс, который мне хотелось не оставить без внимания. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Алло, говорите. Я говорю. Вы слышите меня? Здравствуйте, да, мы вас прекрасно слышим. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Я хочу задать такой вопрос. Евгения Алексеевна. Очень приятно. Какой у вас вопрос, Евгения Алексеевна? По поводу нашей медицины и по поводу лекарств. А поконкретнее? Каждый раз, каждый месяц вы говорите, что у нас все хорошо. Ничего хорошего нет. Каждый месяц я не могу хорошенько получить инсулин. И эльтероксин, как гормонный. Ну, сколько можно вмотать нервы людям в Малаховку? Я не хожу, у меня ноги больные. Как я попру сюда в Малаховку, а? А где территориально вы проживаете? А в аптеке в нашем, где вечный огонь, там вечно никогда не бывает инсулина. Или кто-то отправляет поликлинику в одну, то в другую, то на ветро, все. Хорошо. Евгения Алексеевна, мы вас услышали. Я думаю, вы оставьте свои телефоны. Я попрошу коллег с вами связаться. Возьмем на контроль. Но, да, были определенные проблемы в силу разных причин в летний период. На сегодняшний день новый министр здравоохранения Московской области. Я, кстати, человек опытный. И на сегодняшний день предпринял целый ряд мер, которые позволяют стабилизировать ситуацию в медицине. И у нас, кстати, мы объединили вторую больницу с первой. То есть Люберецкую больницу с Красковской больницей. Сегодня это единый лечебный центр, чтобы наших людей не гонять из поликлиник в поликлинике, или из больницы в другую больницу, там свои проблемы. Сегодня это единый, скажем, такой комплекс здравоохранения на территории городского округа. Сегодня тоже главный врач новый, достаточно человек, я оцениваю, и добросовестный, и опытный, и грамотный, как медик. И поэтому я думаю, что мы в целом вышли на такую, скажем, линию, где в целом есть уже определенный порядок. Даю себе отчет, что эти вопросы надо, скажем, закрепить. Есть где-то недочеты, есть проблемы. Мы их будем решать, потому что на сегодняшний день целый ряд ориентированных мер предпринято, чтобы ситуацию выровнять, стабилизировать. Я напоминаю, мы работаем в прямом эфире, телефонная прямая линия 8-498-642-1950 и 8-498-642-1952. Помимо этого, свои вопросы вы можете оставить на нашем сайте www.lrt.tv В рубрике «Прямой эфир» ведется сейчас также онлайн-трансляция, и в диалоговом окне вы также можете оставить свои вопросы в течение эфира, я просматриваю. Помимо этого, в нашем инстаграме «LRT.TV» вы также можете оставить вопросы, и я также в течение эфира его увижу, если будут интересны, я его также задам. Владимир Петрович, хотел бы еще остановиться на таком моменте, что касается сферы образования. Это то, что при школах очень много сейчас отремонтировано стадионов, и стадионов отремонтировано такого хорошего качества, что не сказать об этом просто невозможно. Сколько было из таких источников? Помните, я как бы в школе учился давно, но эта картинка перед глазами, я помню, мы пацанами, это и брусья, и турник, и вот эта лестница, которая была там под уклоном. Да, и мы там поднимались, понятно, это футбольное поле, это волейбольное, это баскетбольное. Значит, понятно, что не было в те годы, будем говорить, искусственных покрытий, и в целом немножечко все было попроще. Но сегодня мир же движется вперед, и я могу сказать, что на сегодняшний день, я оцениваю, что на уровне спортивной площадки, первая была 10-я школа, и сделали на уровне, а сегодня уже сделаны и 20-й школе, 53-й школе и 56-й у Краскова. Поэтому я оцениваю, что достаточно хороший уровень, это поля с искусственным покрытием, это есть все, что нужно заниматься, скажем, для гимнастической тренажеры, легкоатлетические дорожки, то есть все это есть. Тренажеры различные. Поэтому я могу сказать, вот беседую, когда мы открывали эти площадки, я бывал, в процессе строительства бывал, не могу сказать, что везде у нас, скажем, когда мы начинали строить, потому что сегодня есть конкурсы, аукционы, и были проблемы с подрядчиками, где мы, скажем, понуждали, заставляли. Но, конечно, в итоге это все сделано, это красиво. И ко мне, опять же, подходили родители, сами ученики, потому что было непонятно что там, с какими-то и оврагами, и грязью, и какие-то пустыри. Это что было и 20-й школе, и 56-й, а сегодня это такая ухоженная территория, где просто красиво можно посмотреть, полюбоваться и заниматься спортом. Ну, это как раз на видео сейчас, Света, да, показывает, напомнили. Да, и эту работу мы продолжим. Поэтому стоит задача, по крайней мере, за ближайшие года-два, значит, подобные сделать во все школы. Потому что сегодня нагрузка на детей идет достаточно мощная, и чтобы хоть как-то людей психологически разгружать, и именно об этом говорить, надо заниматься спортом. Спорт он и укрепляет, он разгружает, это появляются другие немножко эмоции. Поэтому молодым людям заниматься спортом, особенно в школе, ну, это... Полезно. Как говорят, сам Бог велел, и этим надо заниматься. Владимир Петрович, ну, вы сейчас перечислили и строительство школ, садов, опять же, вот ремонт спортивных стадионов. Все это возможно сделать за счет финансирования из бюджета, либо привлечь какие-то инвестиции. А вот что касается инвестиций, как у нас дело обстоит в округе с инвестициями, и прежде чем вы начнете отвечать, я хочу показать сюжет. На мой взгляд, это довольно-таки яркий пример того, как это может работать. Я говорю сейчас о технопарке «Лидер». 17 тысяч квадратных метров площадей, более 150 высококвалифицированных кадров, ведущие российские компании, производители медицинского оборудования под одной крышей. Так сегодня выглядит промышленный технопарк «Лидер». Он был основан в Люберецком округе всего два года назад, но уже успел громко заявить о себе. Высокотехнологичные маммографы, мобильные рентгены, рабочие станции врача местного производства работают в клиниках, разбросанных по всей стране. Год для промышленного технопарка «Лидер» закончился достаточно хорошо. Нам присвоили звание высокотехнологичного технопарка «А плюс» по рейтингу национальному технопарков. Значит, наши резиденты закончили год, я уверен, тоже хорошо, потому что работа кипела последние два квартала. То есть, не шуточно, люди работали в две-три смены. В числе резидентов технопарка «Лидер» такие крупные компании, как научно-технический центр МТ, лаборатория инноваций МТ «Фармстилл». Ещё одно предприятие, которое работает в этих стенах – медицинские технологии ЛТД. Для его специалистов год выдался плодотворным. Компания получила впечатляющее число госзаказов. Объёмы производства выросли в полтора раза. Оборудование в этом году заказывалось более сложное, цифровое. Такой интересный тренд в этом году обнаружился. Цифрового оборудования мы выпустили больше раза в два, чем аналогово по сравнению с прошлым годом. Цифровое оборудование сопровождается, вернее, комплектуется нашим собственным цифровым детектором, который сейчас производится на нашей площадке. В этом году, прямо вот к концу года, мы запустили буквально несколько недель назад новое чистое производство, новое чистое помещение, где мы опять же сможем в следующем году удвоить, а то, может быть, и утроить объёмы производства наших собственных цифровых российских детекторов. Это лишь малая часть планов компании на грядущий год. У лидера они масштабные. Технопарк планирует начать экспортировать свою продукцию за рубеж и привлечь к сотрудничеству ещё больше производителей медицинского оборудования. Возможность для этого есть, пока технопарк заселён только на 60%. Дарья Борисова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Ну вот, мы сейчас посмотрели сюжет как раз у технопарка «Лидер», напомню. Вот, на мой взгляд, это прям яркий пример того, как могут работать инвестиции. Скажите, пожалуйста, вот помимо технопарка, о каких ещё можно говорить предприятиях, которые как бы показательны для округа, вот как раз в плане инвестиций? Ну, я оцениваю, что у нас есть технопарк «Малаховский». По сути, на базе «Малаховского» экспериментального завода. И достаточно успешно развиваются рабочие места. И рабочих мест там сегодня где-то по 2000. Это больше, чем было в советские годы на этом заводе. И самое различное развитие технопарка «Люберцы». Это вот на базе монтажа автоматика. И вложены деньги инвесторам, и рабочие места создаются. Я так думаю, есть перспективы. Ну, а целый ряд предприятий так традиционно развиваются. Вот мне все доставляют удовольствие. Я бываю, заезжаю. Это предприятие «Тензэм» в Красково, там Михаил Васильевич Синянский. Он же и директор, он же и собственник. А начинал это производство он просто с подвала на коленке, с чистого листа. Это было 90-е годы. Сегодня оцениваю, что это одно из крупнейших предприятий в мире по производству весоизмерительной продукции. А в России, по сути, он один. У него конкуренты – это китайцы и немцы, по большому счету. И он сегодня делает эти весы от аптечных до весов, которые устанавливаются на железной дороге, в портах, на автомобильных дорогах. То есть это хорошее предприятие. У нас есть предприятие, скажем, «Кухонный двор». Ребята организовались в Малаховке, взяли определенную небольшую территорию, выкупали. И сегодня построили, по сути, с нуля производство. Оно, по сути, суперсовременное, совершенно новые технологии. Они делают кухонное оборудование. И ему, по сути, ну, оно одно из ведущих, я бы сказал, в России по производству именно кухонной мебели. Но практически российского уровня. То есть мы не говорим, что они конкретно только в Люберцах, да? В Люберцах. Нет, они работают на всю Россию. Больше они сегодня отрабатывают ряд рынков за рубежом и над этим работают. И в них мощности позволяют. Поэтому им просто рынок нужен. То есть ребята организовались и хорошо работают. Поэтому, ну, вот предприятие, я оцениваю, по сути, технопарк, текстиль профи, это в Октябрьской, на базе фабрике Октябрьской революции. Лазер стиль. Казалось бы, предприятие, потому что мы едем на дороге и видишь, что есть какой-то торговый центр. И если есть какое-то предприятие, или подъезжаешь в аэропорт, есть какие-то надписи, какие-то вывески стоят. И люди даже не понимают, не знают, что, возможно, думают, что сам аэропорт этим занимается. Или какой-то торговый центр сам установил, или какое-то предприятие сам это поставил. Ничего подобного. Именно предприятие «Лазер стиль», которое занимается производством вот этой рекламной продукции. У них современное лазерное оборудование, где есть и металлопроизводство, и там и гибко, и лазерная резка металла, там хорошее конструкторское бюро. И они сегодня тоже работают чуть ли не на всю Россию. Лишь бы были заказы, и у них есть заказчики, крупные заказчики. Поэтому вот эти предприятия, они сегодня набирают обороты и становятся, если хотите, некой визитной карточкой. Люберец, я уже об этом говорил сегодня, про инвестиции. Мы привлекли инвестиции в прошлом году, более 12 миллиардов рублей. Это рост 75%. Это очень приличная цифра, которая, в принципе, позволяет и зарабатывать деньги, и создавать рабочие места. И, по большому счету, это налоги в бюджет. А новые рабочие места, опять же. И новые рабочие места, и наличие средств, денег в бюджете позволяет решать целый ряд вопросов на территории. Потому что, может, оно и печально, но без денег ничего не можем сделать. Поэтому мы можем делать и парки, можем ремонтировать дома, можем ремонтировать дороги, можем ремонтировать жилой фонд. Одно условие. Нужны деньги. Наличие денег. Да. А деньги надо зарабатывать. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте. Говорите, вы в эфире. Алло. Алло. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Я Панечкина Татьяна Михайловна. Очень приятно. Татьяна Михайловна, спасибо, что вы дозвонились до нас. Какой у вас вопрос? У меня вопрос такой. Мы проживаем в 265-м доме, Октябрьский проспект, дом 265. Вот будет расширяться дорога. Вы имеете в виду, Октябрьский проспект будет ли расширяться и, скорее всего, когда? Да. И вот будут наши дома под снос идти или нет? Очень волнующий вопрос у нас. Хорошо. Спасибо. Ну, давайте так. Я думаю, вы свои координаты оставили. Мы вам скажем точно, что касается сноса. Сноса, да. Что касается расширения Октябрьского проспекта, да, это будет. Да, сегодня, по сути, есть проект касательно реконструкции Октябрьского проспекта. Он сегодня находится на экспертизе, он на выходе. Я надеюсь, по крайней мере, такие планы где-то в середине года должны приступить к реконструкции Октябрьского проспекта. Я об этом же говорил. Здесь будет порядка девяти подземных переходов, дабы уйти от светофоров. Здесь будет такая эстакада, либо, скажем, второй ярус движения всего транспорта. Где-то примерно эта эстакада будет начинаться у вечного огня и дойдет до кинотеатра Октябрь, по сути, до эстакада «Мальчики». Таким образом, не будет светофоров, и машина будет разъезжаться, вот где Смирновская, пересекает Октябрьский, будут сразу выходы, скажем, на Октябрьский проспект, где Комсомольский проспект. По этому проекту предусмотрено, скорее всего, будет снос Макдональдса, будет круговое движение, и будет эстакада. Поэтому движение совершенно будет, приобретет совершенно другую динамику. Другой направлении. Это нас всех интересует, почему так долго, вроде мы говорим, говорим про Октябрьский проспект, но нужно понимать, что это не за пять минут утверждается, что это время нужно. Дело в том, если бы дорога строилась в поле, одна ситуация, здесь были проведены огромные инженерные изыскания. Мы поставили задачу, чтобы на протяжении всего Октябрьского проспекта была ливневая канализация, дабы скинуть, потому что, во-первых, скажу так, в два этажа, в два яруса будет дорога проходить. Значит, зима, снег, оттепель, дожди, поэтому потоки, скажем так, осадков должны куда-то уходить. Помимо этого, слева-справа соседних дорог, соседних домов, в эту ливневую канализацию тоже будут сходить потоки осадков. Более того, ливневая канализация, это, скажу так, чтобы люди понимали, это достаточно дорогое удовольствие. Вот эта ливневая канализация от Жулебина до выхода на Егоревский шоссе, цена вопроса, это в пределах миллиарда рублей. Потому что, я уже говорил, были проведены, значит, изыскания на протяжении всего. По сути, по большому счету, строится мост от Вечного огня до эстакады мальчиков. И это сложное инженерное сооружение, это, по сути, мостовое хозяйство. Поэтому проект сложный. Более того, по этой трассе находится ряд инженерных сооружений, в том числе проходит электричество, связь, где-то будет вынос, где-то надо было это учесть. Поэтому были сложные работы, еще раз возвращаюсь, это инженерные изыскания, это проектные работы. Все сегодня завершено. Все завершено в экспертизе, повторяюсь, значит, эта дорога, она областная, региональная, область приведет торги, потому что сегодня только все через аукционы. А дальше тот, кто выиграет, зайдет на эти работы, будет под контролем, в том числе и нашим муниципальным, эта дорога будет строиться. Планы, эта дорога будет строиться, она должна строиться в 19-й, 20-й, 21-й, дальше где-то в 23-й год. Это же не быстро тоже сделают. Да, будет определенный, даю себе отчет, трудности по движению по городу Люберцы, когда приступят к строительству. Понятно, что где-то будет заужение, тоже будет определенное неудобство. А октябрьский процент будет перекрываться полностью, либо все-таки какая-то полоса будет оставаться? Будет определенная полоса, где будет движение, естественно. Напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Телефоны прямой линии 8-478-642-1950, 8-478-642-1952. Помимо этого, вы свои вопросы можете оставить также в нашем инстаграме lrt.tv и на сайте lrt.tv в рубрике «Прямой эфир» под диалоговым окном вы также можете оставить свои вопросы. Владимир Петрович, одним из ключевых достижений 2018 года вы назвали комплексное благоустройство дворовых территорий, капитальный ремонт подъездов и МКД. Что касается этих направлений, каковы были объемы, всегда ли укладывались в сроки? Насколько я знаю, уже, по-моему, все как бы сдано, да? То есть уже закончилось. Мы эти все вопросы, я уже об этом говорил, что касается обустройства территорий, благоустройства территорий. Значит, это ремонт дворовых территорий, именно проездов, тротуаров. Это все, что касается подъездов. Обязательно, когда работы выполняются, мы активируем эти работы обязательно подписи жителей, активных жителей и так далее. Председатель советов домов. Поэтому он работает, сегодня эти все выполнены, я уже вам об этом говорил. В этом году мы сделали 68 дворов, 1329 подъездов, 112 домов, капитально отремонтированы. Повторяю, что все эти работы и эти адреса, ремонты, они были исходя из обращения жителей в социальные сети. Было голосование на доброделе. То есть нет такого, что кто-то сидит в администрации, с кем-то договорился и решили, этот дом сделаем, потому что тут какой-то чиновник живет, а тут какой-то там еще, как кто-то в начальство ходит и этот дом ремонтирует. Ничего подобного. На сегодняшний день социальные сети. Все, мы как бы, так, сегодня жизнь перешла, значит, где-то она находится в блоке социальных сетей. Мы это все отслеживаем, есть люди очень активные, есть люди, которые даже не то, что там чрезмерно активные, а просто сегодня они живут там и где-то нам покоя не дают. Я им говорю всегда спасибо, потому что сегодня социальные сети – это некая возможность оценить температуру территории, что происходит, что волнует. И плюс еще добродел, добродел, голосование. Поэтому мы отбираем, вот мы даже по следующему году, мы отбираем именно голосование на доброделе. Какие дороги будем ремонтировать, какие дома мы будем ремонтировать. В зависимости от того, сколько обращений, у нас есть определенный анализ, мы формируем перечень тех территорий, тех домов, где востребован ремонт. Поэтому, если в сухом остатке, то те задачи, которые мы ставили на 2018 год по благоустройству, по ремонту, он сегодня абсолютно выполнен. Я хочу акцентировать внимание, нельзя сказать, что это было так все легко, просто. Кто работал в производстве, тот меня понимает, потому что любая работа, она очень часто, я уже извиняюсь, зачастую где-то мы говорим на эмоциях, говорим на повышенных тонах. Потому что, в силу разных причин, есть подрядчики, которые я уже говорил, добросовестные, и специалисты есть добросовестные. А есть подрядчики, где набирают, скажем, таких неумех, или молодые парни не умеют, понятно, брак допускают. И мы эти вопросы жестко под контролем. И кто заходил, и кто не вписывался в наше пространство, мы не платим на штрафы. И я говорю следующее, что люди, которые заходят на какие-то работы в Люберце, а они выйдут через аукционы. Аукционы сегодня все электронные. Вот мы, когда проводим аукцион, мы не знаем, кто выиграет. Мы просто не знаем, кто там. Просто в процессе аукциона тот, кто выиграл, а когда выиграют. Это выполняет работы за меньшие деньги. Зачастую качество страдает. Это тоже правда. Но так сегодня законодательство определено. И поэтому мы говорим следующее. Те, кто пошел в Люберце, пытаются какие-то работы делать, и делать их некачественно, мы платить не будем. И должны знать, что в Люберцах с этим не шутят. Я думаю, что в этом плане молва о Люберцах ходит далеко. И, по крайней мере, в последние годы вот таких шутников, которые хотят зайти, как-нибудь сделать и получить деньги, у нас, скажем, года их все меньше и меньше. Владимир Петрович, давайте еще поговорим о дорогах, а именно о том, как они будут убираться в этом году. Потому что зима без снега, это, конечно же, не зима. И уже обильные снегопады были в этом году. Насколько коммунальные службы готовы к осадкам? Ну, я скажу следующее, что, значит, насколько я работаю, могу сказать, что для администрации и для коммунальных служб зима – это некое испытание. Потому что, ну, скажем так, ну, лето, ну, дождь прошел, даже где-то лужи есть, я уже извиняюсь, они есть. И мы с этим тоже пытаемся как-то и решать, и бороться, и делаем. Ну, понятно, солнышко там засветило, смотришь, сутки-двое и… И сухо. И сухо, да. Или там, есть у нас, значит, в Любрицком водоканале, там машины разные, мы можем откачать. Ну, то есть мы занимаемся. Зима – это совершенно другое. Это может быть минусы 5, а может быть минус 35. Это работа тепловых сетей и, значит, котельных. Это снегопады. Может, за сутки выпасть месячная норма, я постучу. В этом году, слава богу, пока этого не было, и будем надеяться, что не будет. Но по моему опыту, прошлых лет, это, как правило, за зиму 2-3 раза обильные снегопады. И мы к этому должны быть готовы. Кроме того, я все время говорю, значит, территория запредельно урбанизирована, перенаселена, и особенно даже те дома, которые были построены в 80-е годы, пятиэтажки, по тем нормам парковок строилось на 100 квартир, 3 машиноместа. Такие были у нас тогда, будем говорить, нормативы. Но сегодня понятно, что сегодня одна комната квартира, а там может быть 3 машины. И это надо где-то ставить. Поэтому все проезды с основными автомобилями, снег падает, надо как-то чистить, а машина не может пройти. Поэтому у нас много очень ручного труда. Поэтому я не буду уходить в лирику. На сегодняшний день у нас создано, скажем, предприятие дорожно-эксплуатационное. Сегодня при каждой управляющей компании есть необходимый инвентарь, оборудование, чтобы территорию содержать в порядке. Мы настаивали и настаиваем. Не могу сказать, что мы 100% добились. Но пускай даже маленький магазинчик, он должен заключить договор на вывоз снега с кем-то, хотя бы с ближайшей территории. Мы заставляем бизнес, торговые точки убирать, по крайней мере, на своей территории снег. Поэтому, конечно, снег падает, он будет падать. Но сегодня у нас есть службы и дорожные службы, и управляющие компании, где есть техника, где есть люди. И мы в состоянии, у нас сегодня дорожная техника, там более 200 единиц, которые способны выйти и убрать. Более того, есть силы и средства, где есть и люди, которые способны работать в две смены и работать в круглосуточном режиме, дабы удержать ситуацию на дорогах. Даю себе отчеты, мне и жалоба поступает, что там не убрали или медленно. Даю себе отчеты, и мы ставим задачу, что падая снег, мы приступаем к уборке где-то с часу, с двух, сами поздние, с трех ночи, желательно расчистить основные дороги, магистрали до шести, до полседьмого утра, потому что потом все забивается автомобилями и не прочистить, это тоже проблема. Я уже не буду говорить о том, что мы закупили песчано-соляные смеси, там более с половиной тысяч тонн. У нас закуплены реагенты самые различные, как при дорожных предприятиях, так и в управляющих компаниях, поэтому мы в состоянии ситуацию удержать. И мы ее удержим, хотя, повторяю, зима для коммунальщиков – это всегда испытание. Всегда испытание, потому что бывают и аварийные ситуации, сами разные, хоть на электрических сетях, хоть и на котельных, поэтому я говорю своим коллегам, но не хочу это превращать в шутку, кроме того, что надо работать. У нас, кстати, созданы 56 аварийных бригад, поэтому по первому зову должна быть реакция, чтобы не упустить время. То есть все есть. Но я говорю, кроме того, что надо быть готовым, надо еще и молиться, чтобы ничего не произошло. Но и все-таки не только коммунальные службы, но от жителей тоже зависят. Если ты видишь, что машина мешает для того, чтобы прочистить, ну, уберите машину. Ну, Светлана, это такое существенное замечание, потому что порой машина оставляет, как хотят, А потом некоторые оставляют за зиму. А потом, скажем, ну, я просто прошу, у каждого водителя есть какая-то небольшая лопата в машине. Ну, выйди хотя бы, допустим, вот на снегу пал, допустим, там, шапкой, он берет этот снег, скажем, с кузова, там, маханул на проезжую часть, хотя можно взять его где-то в сторонку, и чтобы это не мешало. То есть у нас тоже много есть вопросов к жителям, и понятно, что к жителям надо обращаться, да. Там нужно как-нибудь прямой эфир посвятить просто культуре. Да, 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 ну, потому что есть очень добросовестные. Мне пишут, что вот я сам и чищу, убираю, а то вот соседи у меня, ну, вот так устроены. У них есть претензии, и сами ничего не делают. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, добрый вечер, погромче, погромче. Вы меня слышите? Да, мы вас слышим. Как вас зовут? Здравствуйте, Владимир Петрович. Добрый вечер. Говорит Елена Федоровна Камышева, Попова, 20. Вы у нас были летом здесь в комиссии, принимали парковку, и мы вам предлагали продлить вот эту величину парковки в сторону котельной. Но там место занято контейнерной площадкой, хотя могло бы уместиться парковочных 15 мест. Соответственно, вокруг дома все обочины дорог заставлены машинами, вот как раз в продолжении вашей предыдущей темы. Соответственно, все машины превратились сейчас в сугробы, дороги не чистятся, пешеходам ходить вообще невозможно. Вот торец Попова, 20, там у нас еще булочная, и на ту же эту контейнерную площадку мусор вынести вообще невозможно. Вот предложение вынести контейнерную площадку в проезд междворовый, за котельной, на другую сторону вот этого корпуса котельной, там как раз проезжая дорога. Сейчас там стройка новая, и забор, точно такой забор, у которого она сейчас стоит, только котельной принадлежащей. Здесь освободится площадка. Елена Федоровна, я вас услышал. Давайте, потому что мы этот вопрос, Елена Федоровна, мы должны согласовать, я за, но и с жителями, потому что я сейчас не владею вопросом, вы за, а есть кто против, надо понять, потому что очень часто бывает кто-то за, кто-то против. И найдем решение, давайте. Так поступим. Давайте. У нас еще есть один вопрос с сайта, его задает Евгений Владимирович. Вопрос касается переселения микрорайона Т-3А. Уже расселены дома 1-6 по Красногорской улице, и прошу пояснить дальнейшую судьбу микрорайона, в частности, примерные сроки переселения дома 18. Ну, видите, у меня с собой графика нет. У нас инвестор, который зашел туда, значит, я сейчас просто не владею, ну, нет мне информации, я думаю, координаты есть там человек или нет, значит, дам поручение, буквально там, не будем тянуть, там, завтра, послезавтра, чтобы посмотрели именно, что касается дома, и какие сроки. Там график у нас есть. А вот, и еще один вопрос, давайте задам с сайта от Ирины. Можно ли вместо так называемого завода создать лесопарковую зону? К сожалению, не говорят о каком заводе, скорее всего, наверное, об Ухтомском речь идет. Могу предположить. Вместо завода создать лесопарковую зону? Я за абсолютно, допустим, да, можно что-то другое создать и так далее. Диснейленд? Да, можно. Но суть в том, что вот мы пытаемся договориться с этим собственником, он гражданин Швейцарии, сюда он не приезжает, и, к сожалению, переговоры идут крайне сложно, тяжело. И мы думаем, что с этим делать. И обязательно будут предприняты определенные шаги, скажу так мягко, к понуждению человека, потому что и территория неприглядная, и вопросов много, и центр города. Понятно, что мы по целому ряду объектов суды выиграли 100%. Все суды, что мы, мы все их выиграли. Но он является собственником. Эту собственность этот человек оформил еще в 2000-х годах. Вся эта собственность зарегистрирована в офшорах. И, ну, есть международное право. То есть, я не глава, не президент страны, но не может не изъять, потому что есть судебная практика, судебное право, есть собственность. И эта собственность сегодня, ну, приведена, как приведена. Мы будем думать, что с этим делать, потому что с этим нельзя мириться так, как там есть. Согласен с этим абсолютно. Давайте поговорим о прекрасном. Давайте, да. О грустном. Смотрите, с 1 декабря в городском округе зажглись повсеместно елки. И вот что касается, украшения, скажем так, новогоднего украшения округа, он очень красиво украшен в этом году. И подготовка, насколько я знаю, началась она очень давно, как говорится. Готовься они летом. Вот давайте об этом как бы говорим. Когда началась и что было сделано, чтобы так стало красиво? Я вам скажу, мы подготовку к Новому году по-моему, даже с весны, да, начали? Начали, не. Мы, по-моему, начали с Нового года 2018. Потому что мы ряда вопросов, ну, и решили, и решали. Но даю себе отчет, что Москва сосед, рядышком, да, есть и другие, рядышки муниципалитетов. И мы немножечко, как бы, ну, выглядели не лучше. Мы тоже было хорошо, но немножко не так, как это, по крайней мере, в Москве. Даю себе отчет, что у нас нет тех средств, которые есть в Москве. Но у нас что-то тоже есть. Поэтому я просто, как бы, просил и обязал своих коллег, кто занимается блоком благоустройства, просто набрать информации, фотоаппараты, сегодня в каждом телефоне есть фотоаппарат, что происходит в Москве, Химки, Красногорск, Мятищи, Раменское, взять лучшее. Поэтому вот этот пакет, что сделано другими, мы его собирали, и где-то мы первое совещание привели, каким образом, и что бы подошло в Люберцах на других территориях. Что вы увидели, что... Зацепило, так сказать. Зацепило, да. И мы, где-то, это было понимание представления, у нас где-то в январе, в конце января, потому что можно было бы заниматься и в августе, или в сентябре, то мы бы забыли, уже не понимали, что было у других. То есть мы сформировали некое видение, что ли, в январе месяце этого года. И потом уже начали подготовку. Какие-то деньги заложили, где-то с кем-то договорились. Ряд вещей мы, я не буду скрывать, мы купили даже в том году, где-то, скажем, в феврале-марте, потому что у многих остаются же некие украшения. И оно падает в цене, потому что надо с лишь года дождаться. То есть мы немножечко тут, скажем так, поработали, мы немножечко эти вопросы как бы поджали, подтянули. И ряд вопросов мы, скажем, решили январь-февраль вот этого года. А уже плотно начали заниматься. Понятно, что это был октябрь, ноябрь, а уже 1 декабря, значит, как это по всей области, значит, потом есть такая как бы программа, она устроена губернатором Андрею Юрьевичем Воробьевым, зима в Подмосковье, есть какой-то общий стиль, общие подходы. И мы успешно вот на территории городского округа, поэтому даю себе отчет, что понятно, что в Люберцах в центре, где-то Наташинский парк, ну, как-то традиционно что-то ставилось, но по поселкам, что в Октябрьском, или там в Малаховке, по центрам, это же не ставилось, или ставилось немножко не так. То мы сегодня как бы выровняли всю территорию, то есть мы постарались поставить и в Люберцах, и в поселках, чтобы это на самом деле создать праздничное настроение. Но еще есть такой, скажем, у нас блок, который может создать праздничное настроение, это торговля. Потому что мы так иногда ходим в кино, там поразвлечься, а так куда мы ходим? В магазин, торговый центр, на рынок. И мы поставили задачу каким-то образом это все тоже обустроить, благоустроить, обязать наших, будем говорить, ну, торговлю, торговый бизнес. Малый бизнес. Да, и вот тоже в этом плане получилось. Поэтому даю себе отчет, что возможно в этом плане мы даже в начале пути, потому что неких мы понудили, я мягко скажу, а некоторые до сих пор сопротивляются, они у нас на карандаше, это попытаемся доказать, даст Бог, будем дальше двигаться и работать, то мы нарабатываем опыт и я думаю, что в это будут вовлечены все бизнес-структуры на территории городского округа. Владимир Таревич, ну, смотрите, впереди продолжительные зимние каникулы и вот по проекту «Зима в Подмосковье» запланировало более двух тысяч мероприятий. Мы подготовили небольшой сюжет о том, куда можно будет пойти на каникулах. Это малая толика, но тем не менее, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. В первый день зимы в Люберце пришла сказка. Зажглась новогодняя елка, засверкали все световые иллюминации. Всего более трех тысяч гирлянд. Волшебную пору люберчане встречали с размахом, водили хороводы, веселились вместе с главными героями праздника. Отгремел зажигательный концерт. Развлекательную программу в этот день можно сравнить разве что с настоящей встречей Нового года. Как же хорошо, что приближается наш долгожданный праздник Новый год. Поздравляем с этим всех жителей городского округа Люберцы. Счастья, здоровья и благополучия. С праздником, друзья! С приходом зимы заветные слова «раз, два, три, елочка гори» стали слышны повсюду. Всего Люберецкий округ украсили почти 140 новогодних елей. Яркими огоньками и гирляндами засверкала и главная елка Люберец. А ко мне с букетом и с ромаши заявился дедушка Мороз и такой мне орех волшебный. И какие же зимние забавы без коньков? По всему муниципалитету открылись 23 ледяные горки и 24 катка. Самый большой на стадионе «Торпеда». Примет всех желающих даже в январские праздники. Работает ежедневно с 15 до 22 часов. Входной билет в будни для взрослых 150 рублей, а выходные и праздничные дни 250. Для детей гораздо дешевле для льготников и вовсе бесплатно. Катание на коньках известно более 3000 лет. И сначала вместо лезвий использовали кости животных и их крепили к подошве обуви. А вот стальные лезвия известны всего лишь 13 века. В Россию эта зимняя забава пришла со времен Петра I и до сих пор остается одной из любимейших. И понятно, почему. Двигательная активность на свежем воздухе. Все для хорошего настроения. Зима в Подмосковье поможет превратить холодные выходные в яркие воспоминания, которые будут согревать вас еще не один год. Во всех поселениях Люберецкого округа заработали резиденции Деда Мороза. Приходите к нам. Это сказка, это то чувство Новый год, когда детство к нам возвращается. И вы знаете, очень много желания у взрослых именно встретиться с Дедом Морозом. У нас даже будут проходить и взрослые вечера. В этот раз Дед Мороз опосновался в Люберецком культурном центре. Написать письмо, научиться рукоделию, потанцевать, прочитать стихи и позаниматься. На мастер-классах здесь можно ежедневно до 13 января, с двух часов дня до семи вечера. Новый год это время исполнения желаний. И самое главное, что можно сделать в резиденции, это шепнуть на ухо все самое заветное Деду Морозу. Я хочу, чтобы все исполнилось. На Наташинских прудах прогулку смело можно сделать волшебной. До Старого Нового Года здесь делают поделки к главному празднику зимы. В наступающем Новом Году я хочу пожелать всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи, чтобы никто не болел, чтобы у всех было всегда хорошее настроение. Счастливого Нового Года! А в новогоднюю ночь на Рождество отдохнуть на народных гуляниях можно будет на пяти площадках городского округа. Превращайте выходные в маленькое путешествие. Зима в Подмосковье обещает быть веселой и жаркой. Анна Троян, Александра Томей, Мария Антонова, Петр Пономаренко, Алексей Курский и Валерий Абсалямов телеканал ЛРТ. Как сказала моя коллега Анна Троян, зима обещает действительно быть яркой, теплой и жаркой. Скажите, пожалуйста, вот помимо перечисленных мероприятий какие-то еще планируются? Ну да, у нас же, смотрите, у нас мы же открыли картину галереи, есть Краеведческий музей, у нас есть, как правило, в библиотеках проходят целый ряд мероприятий. Ведь зимние каникулы детишек мы заливаем 2-4 катка. И более того, ну понятно, что на стадионе торпеда каток платный, но там есть все услуги, можно каньки взять напрокат, можно пить там чай или кофе, теплые раздевалки, допустим, уже если Наташинский парк, там немножечко все будет по-другому, там, я так думаю, можно каньки будет взять напрокат, но все это бесплатно. Как правило, уже 2-4 катка, где детишки могут выселиться и играть, и ставить задачу спорткомитету в это время организовать определенные какие-то турниры, игры, ребят вовлекать. Будет целый административ у нас в ДК проходить, в Томилинный театр кукол. То есть мы будем, эти программы будут, они как бы озвучены, на сайтах они как бы представлены, и ребята, просто взрослые, кто хочет, тот найдет себе занятие по интересам и может отдохнуть, развлечься и так далее. никто не останется без внимания, не полный сад, это были целые анимационные программы, где можно будет отдыхать, гулять, встречаться, поэтому я уже не говорю о такой сфере, как вот в кинотеатре, тогда это будет своя программа. То есть все достаточно будет широко представлено, и можно будет отдохнуть, погулять, развлечься, все для этого у нас есть. Владимир Петрович, мы все как-то о делах общественных говорим, а скажите, вот лично для вас этот год каким был? Что вы намечали, что-то исполнилось? Я оцениваю хорошим. Вот так с расхода ты не скажешь, да? Потому что вы знаете, я вам скажу, вот уже когда рассуждаешь, ну год в мире непростой, иногда посмотришь телевидение, да, и в мире все-то такое нестабильное, и там это все нагнетается, а потом думаешь, ну скажем так, как говорят, люди более пожилые, кто прошел войну, нет войны, и уже, слава богу, да? Все здоровы, хорошо. Все живы, здоровы тоже хорошо, поэтому, как говорят военные, не было естественных потерь в семье, это счастье большое, это хорошо. А так, ну, есть вот такая мирская суета, есть работа, где-то отдыхаем, и лето же быстро прибежало, но это... Но лето было хорошее. То есть, да, и за грибами, и ягоды, и на рыбалку съездил, и в отпуск ездили. В прошлом году мы заканчивали прямой эфир и говорили, что этот год начинается с понедельника. Обычно многие ставят себе планы, ну, что-нибудь там, не знаю, там, начать заниматься спортом, не знаю, там, изучать какой-нибудь язык или еще что-нибудь. Обычно с понедельника. Вот вы с понедельника себе на этот год ставили какую-нибудь... Я как бы так не особо... Есть какие-то вопросы, если он появляется, то неважно, это понедельник или среда. Есть вопросы, и начинаешь решать. Другой делок от этой работы, что я называю понедельник разгонный день, потому что после выходных есть какие-то понедельники, это, говорят, совещания, ставятся задачи, что-то контролируется, подводятся итоги прошедшей недели. То есть, такая всегда немножко все в динамике, порой в эмоциях, порой повышенная тона. Ничего в этом страшного нет, потому что это понедельник, и надо как бы дать толчок, заряд бодрости на неделю. Ну, это нормальная такая рабочая обстановка. Поэтому в этом плане может понедельник тяжелый день, в том плане, что задачи ставятся, вопросы надо решать, повторяю, где-то и мне их ставят, и я там другим пытаюсь ставить. Поэтому я думаю, что понедельник, это может даже хороший день, потому что начало рабочей недели, и в принципе, как начнешь, так и будешь двигаться. Поэтому начинать надо всегда с определенной скоростью, с бодростью и желанием получить результат. Но судя по тем достижениям, которые округ достиг в этом году, у вас, наверное, старт понедельника был хорошим, динамичным. Неделя, вы смотрите, все же делают люди, и сегодня есть люди и опытные, и опытно работные, какая-то квалификация есть, но в одиночку ничего же нельзя сделать. Я оцениваю, что есть сегодня определенные задачи, которые ставят правительство Московского, есть губернатор, который эти вопросы в достаточно жестком контроле держит, и мы же говорим, сегодня, если мы даже бюджет отверстаем, он по программам, причем это программный, поэтому есть задачи, цифры, извини, ты должен их давать. Можно, я в эфире, грубо скажу, можно болтать, а ничего не делать, во-первых, это и заметно, и люди это видят, и тебя также оценят, а когда, есть задачи, есть вопросы, и да, понятно, что любую задачу, особенно решать на территории и получить результат, это определенные усилия, это усилия, это знания и прочее, и это надо сделать и выполнить. Ну, вот на сегодняшний день, скажу так, слава Богу, это получается, потому что есть люди, которые не безразличны, профессиональные, и мы получаем определенный результат. Скажите, а вы еще желание на Новый год загадываете, когда Коранта вьют 12? Что-то я как бы об этом даже не думал, да, я знаю, что такая есть традиция, многие это делают, как-то вот, я извиняюсь, не практиковал. Ну, у вас будет еще такой шанс, до Нового года практически, сколько, уже 4, можно сказать, дня осталось. У нас есть небольшой сюжет о том, как воспитанники детских садов понимают, что такое Новый год, какие желания загадывают, так что у них еще можно поучиться. Будьте добры, покажите нам, покажите этот сюжет. Какие ты подарки ждешь от Деда Мороза? Легниндиага. Браслет с камнями. Я не хочу рассказывать, это секрет. Ну, трасса Хутилсов. Это такая трасса, еще там машинки маленькие. Блэй-блэй-бёрст. Это такие волочки. Писал Деду Морозу письмо. Я сегодня напишу. Я написала, дорогой Дедушка Мороз, я хочу подарок. В том письме, который я у бабушки забыл. Ну, я хочу робота. Я хочу Блэй-бёрст. Как бы ты назвала символ этого Нового года? Она свинка? Хрюша. Пушинка. Снежинка. Хрюшка-веселушка. Хрюшка-пампушка. Вот что называется. Устами-бладенцы глаголят истина. То есть нужно давать правильное название символу года и все-таки загадывается обязательно желание, ну и по возможности писать Деду Морозу письмо. Владимир Петрович, что же бы Вы пожелали на Новый год жителям округа? Ну, видите, все-таки Новый год это же семейный праздник. И мы отмечаем кругу семьи, близких нам людей, друзей. И сколько я вот помню себя, вот семья, самые близкие, либо мы ходили где-то рядом, чтобы проживать, либо у нас. Последние, я не знаю, там несколько десятилетий, как правило, мы дома, близкие приезжают к нам, и мы сообща отмечаем Новый год. Вот на сегодняшний день, я уже об этом говорил, очень важно в этом нестабильном мире, как и внешнее равновесие, оно очень влияет сильно на внутреннее состояние. поэтому я каждому хотел бы пожелать такого спокойствия, где-то умиротворения, доброго отношения к себе и близким. И искренне желаю, чтобы вот все-таки Новый год это такой праздник связан с волшебством, потому что мы всегда в ожидании чего-то, и взрослеющие понимают, что чуда нет, но надеешься, что что-то должно произойти. И мы начинаем об этом рассуждать, думать, поэтому я искренне желаю, чтобы вот все задуманное сбылось. Я искренне желаю каждой семье достатка, искренне желаю, чтобы было полное взаимопонимание в семьях, искренне желаю, чтобы близкие только радовали, никто никого не расстраивал. Я искренне желаю все-таки люди разных поколений, надо заботиться и о детях, но и поколению такого рабочего возраста заботиться надо и о более пожилых. У нас люди сами разные. Поэтому, друзья мои, Новый год, я искренне, Новый год это праздник такой домашний, семейный праздник, я с детства помню, это, ну тогда не так много было, но были, или апельсин приносили, или там несколько штук, или там десяток мандарин, это было тоже счастье. Сегодня как бы в этом нет недостатка и мандарины, апельсины круглый год, поэтому, но все-таки это запах дома. Запах дома мы как определяем, это и елка, и огни, и запах пирогов, и запах пирогов, и мандарин, но и салатов разных, потому что все занимаются кулинарией, и ждут, и у курантов, и кто с чем, кто с чаем, а кто с хужером, шампанского, не имеет значения, да, поэтому, друзья мои, всем я искренне желаю любви, счастья, добра, спокойствия, искренне желаю, чтобы домашние только радовали, я искренне желаю, чтобы все, что задумано, сбылось, и могу сказать одно, всем желаю мира, при наличии мира и здоровья, каждый человек, каждая семья справится со всеми задачами, которые только есть, поэтому с наступающим Новым Годом, мира, добра, здоровья, спасибо вам. Я присоединяюсь к поздравлениям, спасибо, что вы смотрели нас, и от лица всей нашей большой команды ЛРТ, с наступающим, всех благ, счастливо, и до встречи. Спасибо, с Новым Годом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Новый, 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 Новый Год Всех нас вместе соберет Закружится каруселью снежной Новый, Новый, Новый Год Поскорее пусть придет Ждем его с любовью и надеждой Новый, 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 Новый Год Всех нас вместе соберет Закружится каруселью снежной Новый, Новый, Новый Год Поскорее пусть придет Ждем его с любовью и надеждой Новый, Новый, Новый Год Поскорее пусть придет Ждем его с любовью и надеждой Новый, 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 Новый Продолжение следует...